К сотрудникам приюта обратились люди, которые обнаружили в сугробе примершую миниатюрную кошечку. Бедняжка не могла двигаться, ее силы были на исходе, она лишь слабым мяуканьем подзывала на помощь. Волонтеры не смогли остаться в стороне и в срочном порядке доставили кошку к ветеринарам приюта. Проблем у маленькой красавицы было целое море, но больше всего ветеринаров волновала экстремально низкая температура тела кошки. Они не делали никаких прогнозов на ее будущее и лишь надеялись, что ее организм сможет справиться. К счастью, на следующее утро после прибытия новая подопечная приюта чувствовала себя уже гораздо лучше. Она пока не ела и почти не двигалась, но ее состояние улучшилось и самый опасный момент миновал. Волонтеры назвали серую пушистую даму Маркизой. У Маркизы была очень яркая внешность, которая явно выдавала в ней породные корни. Большие уши, характерная мордочка, миниатюрные размеры, графитовая шерстка, возможно, в ее роду значились кошки редкой породы, небелунги. Совсем скоро Маркизу уже можно было назвать абсолютно здоровой кошечкой. Молодая и юркая, она с удовольствием общалась с людьми, мурлыкала песенки, обожала внимание. Увидев фото Маркизы, молодые ребята буквально с первого взгляда влюбились в эту красавицу. Они приехали за ней в приют, познакомились и забрали домой. Вот что они рассказывают о своей теперь уже любимой питомице, которую переименовали в аристократичную Герлен. У Герлен все хорошо, освоилась, начала ходить по квартире, единственная, когда какой-то непонятный звук, даже если машина за окном громко проехала прячется. Ну и когда с работы возвращаюсь, прохожу квест, найди маленькую кошку, спрятанную в трешке. А еще, без остановки ластится и поет песни. Герлен была спасена из, казалось бы, безвыходной ситуации. Теперь эта кошечка наполняет уютом дом своих хозяев, а они дарят ей свою ласку и любовь в ответ. Друзья, спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, если она вам понравилась, поделитесь ей со своими знакомыми. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.